Иностранец в России, статьи Вопросительный знак «Иностранец в России» или «Холодный душ для вздыхающих по советскому прошлому телевидения» Киномеханика Про и контр Матизин Виктор Евгения Образцова в роли балерины Киры Теги Кино Виктор Матизин Андрей Смирнов Француз Мнение Отзыв Рецензия Новый фильм Андрея Смирнова «Француз» снятый без государственной поддержки вызвал одобрение с одной стороны и негодование с другой Случайно или нет, но картина, чьи персонажи живут в Советском Союзе 1957 года появилась на экранах как раз тогда, когда в России ожил недопохороненный миф о счастливой социалистической стране той самой, о которой ее жители, почти в стопроцентном большинстве из-за границы и небывавшие пели, что не знают другой, где так вольно дышит человек Не знал ее и молодой член французской компартии Пьер Дюран, Антуан Реваль, прибывший в СССР на стажировку в Московском университете а на деле для того, чтобы познакомиться с исторической родиной и найти отца, о судьбе которого они с матерью не имели никаких известий Можно было предположить, что Андрей Смирнов расскажет о разочаровании героя в светлых идеалах Но, похоже, что его сбежавшая от большевиков мать в какой-то мере подготовила сына к прелестям реального коммунизма И Пьер выступает в фильме не как человек, переживающий внутреннюю драму, а как сторонний наблюдатель и проводник который вместе со зрителем обходят круги, а ниже этажи советского мира Большой театр, кардавалерина которого, Евгения Образцова, становится его возлюбленной В немом искусстве балета СССР был, как говорилось в иронической песне Визбора, впереди планеты всей Полуподпольный клуб, где играют уже незапрещенный, но еще неразрешенный джаз Жилище вынужденного вкалывать на железной дороге художника-нанконформиста Отсылка к Оскару Рабину, работающего в стиле, напоминающем гостю немецких экспрессионистов группы «Мост», о которой сам живописец не имеет понятия Квартира маститого писателя, в колоритном исполнении Романа Мадянова, который хвастает солянкой из четырех видов мяса, недоступного для рядовых советско подданных, но боится обронить лишнее слово Кабинет на Лубянке, где французу предлагают дать подписку о неразглашении и вербуют в стукочи Студенческое общежитие с настороженной охраной и прослушкой комнат Две московские коммуналки, в одной из которых обитает слушатель вражеских голосов, сын священника и преподаватель марксизма, непредсказуемый Михаил Ефремов, чей отпрыск, эксцентричный Евгений Ткачук Распространяет самопальный журнал грамотей, прозрачный намек на синтаксис первопечатника самиздата Александра Генцбурга В другой две отсидевшие в лагерях старухи из бывших, безупречный дуэт Нины Дробыщевой и Натальи Тиняковой И, наконец, барак в провинциальном городке, где нашел пристанище отец Пьера, мощно сыгранный Александром Балуевым Лучший которого мог бы справиться с такой ролью разве что сам Смирнов, на чьем актерском счету незабываемый образ старого зэка в многосерийном телефильме Панфилова в Круге Первом Наивный вопрос иностранцы за что посадили? Вызывает в этом мире сакраментальный ответ было бы за что, давно простреляли Хотя расстреливали и ни за что, только для устрашения прочих и демонстрации беспредельности насилия Второй, процитированный выше мем не запрещено, но еще не разрешено, столь же ясно говорит о зыбкости прав советско-подданных Словом, масштаб если не божественной комедии Данте, то человеческой комедии Бальзака Хотя воспроизведенный на экране советский мир не похож ни на Дантефад, ни на Францию первой половины века, а просто является главной частью социалистического лагеря Самовольный выход из которого приравнивается к измене родине, населенного преимущественно вольняшками, находящимися под неусыпным надзором представителей органов При этом Андрей Смирнов показывает советскую жизнь без пафоса, свойственного его публицистическим выступлениям Без гнева, пристрастия и попыток подражать моде на быструю камеру с коротким монтажом, без ностальгии по своей юности, но сознанием дела и спокойствием Присущим лишь тем, кто прочувствовал эту жизнь на своей шкуре Тем не менее его картина является антисоветской в том смысле, в каком антисоветским считалось любое отклоняющееся от социалистического канона изображение действительности И, естественно, провоцирует возмущение тех, кто смотрит на советское прошлое сквозь пропагандистские очки Обвинения в русофобии стана патриотов и откровенную злобу анонимных троллей, оставляющих в сети помойные комментарии Что ж, значит, француз, помимо своей естественной аудитории, задел и тех, о ком его автор, если и думал, то в последнюю очередь